Сейчас, 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 я вам разрушу. Я не знаю. Чего я хочу делать сегодня? Секунду. Это японский или какой-то? Непонятно. Ну понятно, что вы здесь? Не, ну можем посмотреть сейчас, узнать. А как вы долго сможете? Распознать? Распознать можно. Вот давайте. Это на оценку? На оценку это? Конечно, на оценку. А оценку. А оценку. Короче. О боже, что ли. Так. Чего мы в коржах делали? Думаю, много чего еще занимались. Вспомним такую вещь, как электрон взаимодействующий с решеткой. Помните, что у нас было? У нас, мы написали операторами электрона, как финистическая энергия электрона, и он плюс энергией ну, если что, фанонами, да? Колебательная система кристаллов и плюс оператор взаимодействия между электроном и решеткой. Считаем, как ионный кристалл, в узлах только находятся положительные и отрицательные заряженные иончики, и они в своем месте притягиваются или отталкиваются с электроном, и это он может решеткой немножечко исказить. Так. В общем, мы получили операцию электрона отрицательных и ленингов, Энергия колебания пристала уже пропантованная. Я к вам вообще. Второй путь может послушать. Вы ищите, посмотрите, я помню. На вторичном плантовании? На вторичном плантовании, да. На вторичном плантовании мы от него отказываться не будем, оно нам будет помогать. Что это такое? Блокатый, отрест. Блокатый, отрест. Блокатый, хорошо. Это оператор. И всё? И что-то умножаться ещё нужно. Потому что это чтобы слабо сидеть, разумеется. А оператор галлютона, он имеет любую систему. Естественно, нажимаем. Да, постоянно у нас подписал, да? Ну, и сумма заказа. Сумма пока. Ну, второе говоря, здесь нужно ещё подписать какой-то... Так, и это, конечно же, не всё. Потому что, строго говоря, вот, премиум, отрестали, у нас есть вот это, наверное, запас граждан ионы, то есть шерпус с базисом, и должно быть разные галибания. Есть акустические галибания, есть симптические галибания, три ветки акустических, три ветки оптических, и итого шесть. Ну так, у нас в результате ячейке два иона. У каждого из ионов три степени свободы. Итого получается шесть... шесть галибаний. И здесь, строго говоря, по-хорошему, нужно ещё одну дополнительную сумму ставить и довешивать дополнительный индекс у амени и дополнительный индекс у операторов b тоже, который будет, соответственно, рождать и унистажать фаноны с соответствующей ионой. Ну да, да, здесь я этого делать не буду, потому что, как показал оператор b, с электроном взаимодействуют только продольные эмпические фаноны. То есть здесь у нас, мы из всего оператора электронных фанонов подсистемы, вы уничтожили только одну сумму, которая соответствует продольным фактическим колебаниям. А остальные слагаемые, они тоже есть в природе, но они никак не смешиваются с электронными переменами. Потому что в операторе b нет нет смешивающих, скажем, взаимодействия поперечных эмпических зареваний с электронами. На самом деле это есть, но на одном и меньше, чем взаимодействие с продольными эмптическими. Есть еще саморезия с продольными эмптическими. Да. Я саморезия с этапами залажен, но я думаю, что это не смешиваю. Итак, здесь я подразумеваю неявно, что в фанонных переменах стоят исключительно операторы рождения и уничтожения продольных эмптических колебаний, а поскольку диспельсия продольных эмптических колебаний малая, я по сравнению могу у ка вообще убрать. То есть вот эта эмптическая метка это просто один параметр, где мы увидели на примере одноатной цепочки, двухатной, простите, цепочки, что вот это акустическая метка, это акустическая метка в зависимости от ка. Когда у нас эмптические колебания, то зависимость ка слабится. Я здесь могу считать эмптической просто константой, это частота продольных эмптических колебаний. Так. Вот. Оператор В. Оператор В, я расскажу, конечно, не вспомню, но не поможет. Поможешь мне? Хорошо, что у вас есть. Оператор В включает в себя оператор рождения и уничтожения фанонов, раз, и он включает в себя еще и какую-то Телекционную заостряемую на содержащую электронную принятие. Хорошо, как он, да? А, что можно шлить? Можно я не пошли там? Не, не, я не пишу, это слово, да. Кто-то мне подсказывал, что он будет идти. И Я не уверен в том, что это ограниченная или ограниченная Но, вроде бы, у нас таких противоречий не было. Толик квадратный здесь патриарная форма, поделенная на два амеда и здесь 3 см потом 4 см и зачем так и я по умножению перенесу свою сумму здесь пока да, хорошо идиниц на к, вот это шум очень неприятно было ну это приятно бк вот, здесь степени минус В и ф ф и и ф и ф и ф и здесь ф ф и ф ф и ф ну мы вывели его из предположений о том, что там несколько предположений у нас было о том, что движение электронов звездами можно считать алло а р 50 да да так сейчас еще замужем и и и и и и это значит модуль заряда ионов е заряд электронов n у нас полное число атомов в кристалле насколько я помню да v это его объем ну и вот их все это все выводилось предположение о том, что заряд у нас движется и взаимодействует с непрерывным распределением заряда в дешевке то есть когда я выводил эту штуку я от атомной структуры отвлекся грубо говоря движение вот этого носителя заряд нашего электрона оно включает много элементарных лечеек и я могу быть дискретностью распределением заряда противопречья и все было выведено вот такой вид оператор это оператор фроликовского взаимодействия электронных и фононов так p это энергетическая энергия одного электрона да что мы с полной операцией электрона поделали помните какие-то результаты получали петрянка а не волну Ветер что за алфавит что за алфавит что за алфавит что за алфавит ну смотри так говорят что японский или нет это похоже больше нахуй диванага знаете что это диванага так что мы делаем что за алфавит ромаш да что вообще у нас есть да а что с ним делать нужно контрмеханики решаем уши да ну так что они не смогли поправку да мы взяли вот эту штуковину рассмотрели как невозмущенную часть в как возмущение и по делу возмущения нашли поправки к то есть мы решили вроде н в невозмущенную какая невозмущенная а да мы конечно же решали без дела в общем случае а для какого мы нашли поправку к энергии не производного состояния а только основного да то есть основного с точки зрения сонной системы мы считаем что у нас есть электрод с некоторым головным вектором к к к это как у меня у нас обозначение возле импульса вот электроз с некоторым импульсом да с некоторым волном электром тогда его а х квадрат ну квадрат на 2м ну пусть будет м у нас электрома хотя она конечно так плюс все есть у нас основное состояние фланоны не возбуждены рассматриваем эти по очень низкой температуре то больше ничего нету потому что ну потому что в этом случае все числа выполнения по нулям ну пусть будет эффективной да потому что сейчас она будет еще более эффективной с точки когда мы будем потерять возмущение мы получили что Е оказывается равный минус а н а а а а и плюс а квадрат q квадрат а тут 2мс звездочек То есть была парабола, а стала какая-то вот такая парабола. Во-первых, у нас продвижается энергия за счет взаимодействия электронно-остановки, а во-вторых, масса увеличивается. Хороший эффект, но его применение, конечно, тем, что мы рассматриваем температуру нулевую. То есть в той ситуации, когда у нас в системе много фононов возбуждено, когда сразу же наше рассмотрение выпадает, там впечатление матричных элементов очень сильно намного более сложное. Так, ну и сейчас хочу расширить, что делать, если у нас температура не нулевая, если у нас в фононовой системе есть некоторое возбуждение, там, где она стоит. Что бы решить, я уже теорию возмущения пользоваться не буду, за это просто некое возмущение здесь. Посмотрим другой приемчик. Ну и что бы другой приемчик по-нормальному применять? Ну, как, 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 к оператору, я тоже применять можно, я в репорт-то не пишу. Короче, я хочу, говоря, смотреть в движении электронно-небнодвижение слабой связи, а в движении сильной связи. Чего не понятно? Покажите меня. Не знаю. Вы замену второму телу, вот такую, какую хотели сделать? Не получается. Не получается, сейчас. Ну, у него спрашивают, что полезно. Это понятно. Да, принялись себе связь. Я в прошлый раз тебе упомянул, кстати, вы знаете, что 9-й часа рабочий день. Что еще раз? 9-й часа рабочий день. Все, отлично. Я в прошлый раз упомянул о том, что... Да, в прошлый раз был очень давно приинтересен. О том, что... Есть приближение слабой связи, есть приближение слабой связи. Ближение слабой связи. Мы считаем, что электрон по кристаллу бьется, и у него вот этот... Парабола несколько искажается, да? Ну, там возникает отражение... Ну, в общем... Искаженная парабола присутствует... Собственное значение электронов из Та. А есть приближение сильной связи, которая исходит из того, что... Так, все, он исходит. Электронный был вот такой вот простой. Тут у нас он был... Сумма. То есть исходит... Отладывается одно земное приближение. Сумма по N, сумма по N. Здесь какая-то буква T, ну, а дальше начинается самая... Самая нехитрая. Здесь появляются переменные операции с... 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 А, память нужно поставить. Для работы. Чтобы... Так. Что это за штуку я вам рассказывал? Нет. Что такое C, знаете? Я не знаю, что сказать А, смотрите, а когда мы вместе не взяли в прошлом, что я поговорил Я это не выписывал, нет? Это описывал? Режимные силы связи А, деломатричный метод я списывал, да? То есть, все понятно, вспомнил Ну, это то же самое, то есть, если сейчас вся оператор матрицы на базе одноэлектронного состояния то мы как раз и получим ту матрицу, которую я вроде бы записывал Ну, оператор C, M, C, M, что он делает? Он уничтожает элемён на узле M Оператор C, M, рождает элемён на узле M То есть, вот, C, M, крест, C, M, пара этих операторов под действием на функцию на узле M Электронный исчезает, а M появляется Это приводит к тому, что он, типа, перескочил Ну, происходит это всё из не дегональской операторатистической энергии в узелах представления Какая связь вот этой вот штуки вот с этой вот можно расписать Давайте остановимся и подумаем, что здесь можно сделать вниз и взять Так, если взять что? Если взять, и сейчас оператор вот этого вот этот вот H электронный переписать да, переписать через фурию представления тех же самых времённых операторов C, M Я представлю, как по- тупому Сумма Здесь у нас будет какая-то а буй-куй-куй и буй-куй-куй c какая-то q, т, е степень и q на 5 вот Разрывается скандальное объявление Я не представляю, что это какой-то вектор, но я не буду опускать в индексах исчеряний значок векторов. Тогда cn, крещённый, присутствующий в электронном H, как будет выглядеть? Минус в экспоненте cpd. Ну, конечно, строго говоря, я должен проверить, что вот они в операторах cpc тоже операторы, что они тоже удовлетворяют тем же преодолевшим взаимоотношениям. А это проверяется очень легко, если не знать условия. То, что экспоненты у нас попадают в основе ортогональности. Так, просто посмотрите вот эти двух представлений через другие операторы рождения уничтожения. То есть вот этот c, он рождает электрон на узле на 1, да? Вот c уничтожает, cf крест выживает. А cf крест, он получается, что делает? Он создаёт состояние из линейной комбинации электронововой функции, но с разными весами на узлах. Обратный переход. cqd крест, это будет единица на флорум квадратный без n, сумма по n. cn крест, е в степени с минусом и qrn. Вот. Если мы сейчас вот этим оператором задействуем на вакуумное состояние, то у нас возникнет какое-то, да, какое-то электронное состояние с неналевым весом на каждом узле. А будет, значит, вес на каждом узле будет, ну, сейчас вот только фаза. Значит, либо ставлю в эту вашу электронную банку. Так, что у нас будет? Минус. Сумма по n. Сумма по n. Вообще говоря, у нас здесь идёт суммирование по n независимо. По всему кристаллу это и другая сумма, но в реальности вот этот t, который является собой матушный элемент электрической энергией между взрослыми состояниями, он будет отличным, особенно когда n и n не сильно далеко до кубушкина состояния. Так, t и n здесь идёт. Дальше. Дальше будет две суммы. Сумма по q. Единственное, n не поставлю сначала. Это от двух квадратных картин возникло. И сумма по q. Сумма по q. У нас будет cq включённая. С q' не включённая. И умножается на 10 степен. Так. Минус. И qrn. Есть цепени. И q3rn. То есть, как вот так. С q3rn. С q3rn. С q3rn. Минус. С q3rn. 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 Ну и письмо блоху. Что это за сумма такая? Как её считать? Как интегрировали? Нет. Нет. Если, ну, верхнейшим фактом является то, что в 2,2,2, она зависит не от деми, а отдельности. Она зависит в сущности от разности. Ну, вот один, вот другой. Интервал перескоп, как его называют, он одинаков, что для такой пары, зависит только от. Постояние. А одинаков. nr. Зависимость уходит. Следовательно, что? Угу. Существует. Существует. Ну, это единство для тех систем, которые поддаются в 100-м г. По-моему, у нас поддаются в 100-м г. по-моему, у нас поддаются в конструкции. Существует к примеру, вот этот поддок. Существует для тех системы. По-моему, у нас подделяется в 100-м г. Существует. И у нас поддакт. У нас поддакт. Е степени минус PQRN, Е степени PQ'RN и Е степени PQ'RN. Сейчас я еще ничего кардинального не сделал, просто M представил как M и еще плюс те расстояния между ними. А теперь пользуюсь тем, что вот эта вот шиповина, она от M не зависит. Следовательно, я могу ее взять и записать. Да, от M не зависит. Короче, от M на зависит только вот это и вот эту шиповину. Вот, здесь есть зависимость от M. Сумма P в основном начале, PN. Е степени PQRN, Q'RN. Ну а сумма P в основном, как? Так. И Q'RN, 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 Q'RN. Что-то там где-нибудь. Тип... Ну, а, как... Это минайцы, эти? Да. А почему нет? По чему нет? Она же эта сумма. Вот если была бы сумма по Q, то обычно это меняя интеграл. А здесь все считается без всяких интегралов. Ну, в случае простой линейной цепочки это вообще считается элементарно. Только где бы это считать? Могут быть 10? А, да, конечно, 10. Так, вот сумма такая. Сумма по L. Это будет сумма по анатолийным числам. От единицы до N большого, да? 2 степени. И Q, N маленькая и A. А маленькая это постоянный шок. Вот во что превращается эта подобная сумма для очевидения цепочки. В случае цепочки, это будет просто индекс узла на постоянный шок. Сумма, например, N за низ. Вот так сделать. Чтобы это совсем было все просто. А это гипетлическая прогрессия. Сумма, которая будет 1 минус знаменатель. То есть 2 степени PQA. А, вот что будет знаменатель. А в числителе будет стоять единица минус PQA. Небольшой на A. Да, я все правильно чувствовал. Как зависит эта штука от чего-то. Ну ладно, рассмотреть, я могу не рассматривать. Важно то, что числитель всегда много. Ну да, числитель всегда много. Числитель всегда много, когда у нас Q поднимает течение из зоны прилега. Да, Витя? Сейчас скажу. Ну да, у нас в зону прилега возникает дотовик периодичности, чтобы C с индексом, ой, с индексом, N малая плюс N большой, это C, N малая. Вот, если мы рассматриваем вот такого дотовик периодичности, то есть рассматриваем не весь кристалл, а золотовика, некоторую часть вот такого вот трансмена, столько возносов лежащий. Ну и считаем, что если у нас какой-то электрон в руках за пределы этой области, то он моментально упадает, управляясь с другой стороны. Ну вот, это цеплические условия, и они приводят к тому, что у маленькой, понимая следующие значения, вот есть 2P, делённые на N большое, на A маленькое делённое, и умножаем на корню целое число. На какое? Какого будет быть? Хорошо, спасибо, я вам скажу букву N. Вот. Если Q принимает такие значения, то 4P 0. Можно сказать, что это 0? Да, ну нельзя сказать, что же это 0. Потому что если 4P 0 отличается, и знаменатель 0 отличается, то возникает неопределенность. И в этом случае, когда такая возникает, то предел это уложение не нулевое. N при Q равном нулю, QI 0 при Q не равном нулю. Немного говоря, Q не 0 у нас упирается, а здесь у нас вместо нуля, строго говоря, нужно написать электрообратные решётки, но я опущу эти штуки. Тем более здесь у нас, когда U минус Q, выше 3 минус Q, обратная решётка. А почему не может быть обратной решёткой? Нет? Можешь? Можешь. Конечно, подсунул бы обратную решётку. Конъектора обращения решётки будет. Ну да, с умолю, я вам два крышка не должна быть. Не просто писать, я поставлю только один вектор, а потом шутки в другую. Короче. вот это вот положение. Это будет красиво, чтобы люди не знают. Не было бы этого шутки. А, вот. Короче. Вот это вот, что горло, это N на дельта Q3Q. У, В. Если в уровне скопах не нулевое, то сумма вращается в 0. Если в уровне скопах нулевое, то сумма вращается в B. Ну и в итоге вот эта вся вещь приводит к тому, что у нас сумма, потому что не снимается, остается по суммам АКУ. С, КУ, крещённое. С, КУ, крещённое. Ну и его можно некоторое... Вот реакция вот такого положения. Здесь вместо КУ, уже он на курсе. Так ее обозначим. Эпсион Куты. Эпсион Куты. Эпсион Куты. Это сумма. Вот. АП. Т. Р. В. 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 Так, там еще есть, плюс. Да-да-да. Сейчас по-моему еще есть. На интернете. Второй, вторую очередь. Попараску я. Ставьте, спасибо. Так не хочется. То есть, если у нас на фигуре СУСИ и СУСС тоже оперативная выставление срегионов подрутих. И в этом выставлении у нас электронная часть операторной аккумуляции оказалась диагональна. Энергия, вот этого самого фирменописывающегося, если я не путаю, умноженное на число фирменов в этом состоянии. Приближение слабой связи у нас будет просто вот это. Тоже как бы ЕУТЭ, умноженное на единицу, а с единственным фирменом больше единственных дефекментов. Какая связь вот этого и того, что у нас будет не то, что мы слабо связи. Приближение свободно будет. Это не слабая связь только. Ну, легко посмотреть на то, как выглядит эта функция, репсио-мутэ, в случае про кондиционер. Считаем, что у нас Т отлично отправляет, только когда у нас есть функция между ближайшими узлами. Ну, я смотрю, будет простую, простую, простую систему. Простой, пусть теперь решет. Нормально? Пойдет? Только. Если у нас только К, то и пересток только же с убежающими соседями идет. То есть, здесь у нас только слабая, буквально 8 нюр. Постой, пусть теперь решет. 8. 4. Блин. В трехмерной? В трехмерной? 6. 6. Да, 6 сейчас. Слева справа слабая, снизу свызают. И 4 сзади. То есть, вы здесь уже у ВВТ и в 70-ти хутники. Так. Я всего вам скажу, это равно. Поехали. Минус. Ну, сколько? Минус Т. 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 Вынушли на 100. Стоп. Что будет? П. Ну, вот сумма по этим. П. Тут у нас. Так. Так. И так. Поехали. Е степени. И. У. Ну, как у нас наши вектора. Очень просто. И. Вектор А. А. Зачем ты рядом? Скоро рядом с разумом с афиром. Да, я хочу вам подробнее. Вектор А. 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 0. А. А. Это 0. 0. А. Вот так. Тогда у первого генерального соседа РП это будет равен А. 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 Следующий. Это с другой стороны. Это будет минус А. 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 Ну, Скоря ку на х, это то самое, что А на х компонент электро f. Сумма двух экспонентов. Это то самое, что с твой косинус. 2 кс. куб х а. Потом следующие экспоненты по у это удвоено 8 у у, ну и еще удвоено 8 у за это а. Вот какой вид имеет функция е от куб х векторов здесь. Вот компонент вектор зависящий в случае процент кубичного расчета. Какая связь? Вот целая функция, которая была у свободной частицы. Связь очень простая. Если мы возьмем график Эрисела Кутерова, ну когда у нас q меняет сколько по оси x. Что это за штука такая? При t положительном мы получим вот такой косинусоид. Специальный знак минус взял, чтобы t положительная была. Если бы это было отрицательное, надо было еще какие-то выживания делать. Вот. Здесь у нас по оси отмечается qx. Тогда у нас q меняется в зоне бриллиона. Вот здесь вот. Различные экспертные значения изменения q. А соответствующие ординаты, это будет собственное значение оператора h в клоу 0. Эта функция похожа на эту только в пределе, когда у нас q стремится к минуту. Тогда у нас косинус примерно совпадает с парадом. Ну да. Раскладывая косинус в ряд, у нас будет какая-то константа, которая... Который сам может быть есть в одну из... как бы... как добавка h-электрона. Плюс этот электрон тоже квадратичная функция. То есть, пределе при быстром расчисте 0, электрон в приближении сильной связи. Это была сильная связь. У него закон дискуссии напоминает то, что был для вас очень свободный электрон. У нас одним из таких, ну как бы, с такой отговорки, что t, чтобы было t, связано с вот этой вот m. t как бы обновляет эффективную массу. Эффективную массу, ну и с обычной массой она уже очень слабо регулирует. Ну так, регулирует, конечно. t у нас маточный элемент генетической энергии, да? Угу. Ну, короче, вот... Как сказать? Наклон, наклон. Изгиб. Изгиб, правда, у нас будет эффективная масса. Он уже будет объединять вот эту вот величину. Это, так называемая, ширина зоны. Ширина зоны разрешенных электронных состояний. Она вот одна чему, давайте подумаем. В ключевой генетической решетке меняется от минус... Ой. Помогайте понимать, почему она меняется? Здесь будет 2, чтобы 2 плюс 2 плюс 6. От минус 6, ты. Да плюс 6, ты. Ну, может быть, как? Как еще? 12t. Ну, ты видишь, я на самом деле... Правило, как изменяется от минус... От минус 2t до 2t. Почему? 12t. Ну, если осталось под другой, то я бы поставлю на них пункт, любой, и их на любое закрыло. Сюда, да. Но там уже не 12t. Ладно. Пошел раз на другом. Еще одна зона 12t, а не? Все. Все. Отлично. Ну, в общем, с ключи... У меня, по-моему, с 92т вот так записался. Если я вот так вот так же рассматриваю, для архитектуры додействия, у нас будет 2z, 3. Z это число, конечно, все. Обычно еще есть одну вторую, как бы ставят. Изначально, когда рекомендуется, мы ставим на вторую, чтобы большей зоны пунктов не было. Все это делается в углу t. Так. Зачем я так говорил? А, ну вот. Это описание, оно годится даже в тех случаях, когда у нас носителей не один, носителей много. Тогда что у нас происходит с... с одним носителями. Они начинают вот эту вот зону, мы должны их стоять, заполнять. Ну а поскольку это фермионы, то они заполняют по своим ферминиским законам. в состоянии с одним, в состоянии с одним, в состоянии с одним у нас, как получается, волновая функция задается, задается волновым вектором. не может здесь больше, чем будет продавать фермионов. Сколько у нас фермионов может здесь есть вообще? Максимальное количество фермионов, сколько мы можем установить в этот кристалл? Сколько у нас узлов? Сколько у нас? Если один Q у нас две частицы, а если у нас Q возможных N штук, то всего 2 R электрона. Ну естественно, максимальное количество электронов это по 2 на каждом нужде. У нас хотя бы мы изначально предположили, что только одно электронное состояние, где мы это предположили. А когда я вписывал вот это H электронное, содержащее только CR крест и CM. Я только, видите, индекс нумерующий спиновое состояние не вписывал. Ну как бы он не сильно приводился, он бы все время у нас висел и никак бы не проваливание. Так вот, 2F это соответствует той ситуации, когда стояние со всеми Q заполнено. То есть полное отсутствие состояний, полное заполнение. Это все такое то же, что быстрое представление, что в кубе представление. Соответственно, когда у нас количество электронов равно не 2N, нет, максимальному, а 2A заменьшим, N. В этом случае у нас заполняется вот только нижняя часть вот этой посылочной условии. Когда не... В более кружочном случае это... Нужно смотреть, считать, чему равна энергия ферии. Но в случае, когда у нас половина заполнения, наверное, не равна на нулю, половина уселась. В эту часть, ну, недостающая половина... Так, вечно чуть-чуть не заполнившись, а ты такая же, как бы заполнившись. Заполнившись и... А то так. А зачем я это все сказал? Я вообще не об этом хотела рассказать. А, сюда. Вот так. Вот. Или... Где вам было вначале? Или вот так вот. Записывается... Вденьette. Вденью реализации. Вденьюре. А тамså мать. Вденье.